Человечному человеку без заморочек отпустить, допустим, у человека такое горе, ничего не может сделать. У человека такие мысли, он не может никак с ними справиться. Его беспокоит что-то, вот он чего-то хочет и не может никак сообразить ничего. И человек говорит, такое ощущение, как будто я в ловушке жизни. Или живу не с теми, живу с нелюбимыми, что-то такое происходит. И вот он говорил, избавьтесь от этого. Каким образом? Это все с вами на земле происходит. А вы выйдете в состояние космоса. И если вы выйдете в состояние космоса, как это делается? Закрытыми глазами в состоянии неподвижности человек представляет, будто он лежит в космосе. Спереди звезды, снизу звезды, слева звезды, справа. И это он называл состоянием трансцендентности или состоянием вне приземленности. Вот вам минимум самых простых медитаций. Нужна ли концентрация? Да нет, слушайте, нет таких людей, которые могут сказать, что я часами в медитации. Часами в медитации занимаюсь трансцендентной медитацией. Я часами могу и заниматься, вешу в этом космосе. Нет, наше сознание так устроит, что оно постоянно динамично. Ему что-то нужно. Это будет так, представили космос, уже нет этого космоса. Там пойдет и там что купить и так далее. Почухались, а точно, надо же представить там. И так далее. Да вот эти секунды, когда вы представляете, и есть медитация на самом деле. Знаете, мне пришло сообщение. И это сообщение, оно такое. Белые розы нужно купить зимой. Все, смотрите, белые розы можно купить зимой. А все остальное это шум. Но сама же идея есть. Поэтому ваши вспышки, где вы представляете себя в космосе, являются тем, что вас настроит. Ну и говорить о медитациях, они могут быть самые невероятные, самые необычные, самые продвинутые, самые какие угодно. Медитациями вообще можно назвать ваши путешествия, когда вы идете между...